Я работаю здесь в Назабарев университет с января в этом году, но я первый раз приехал в Казахстан уже в 2001 году, когда я начинал исследование для моей кандидатской диссертации. Я в течение последних 12-13 лет часто бывал здесь, чтобы поработать в архивах, в библиотехах, в Алма-Ате. Я надеюсь, что я достаточно хорошо знаком с Казахстаном. Это сложный вопрос. Гирей Жанебек перевели восстание против Абулхэр хана, который был правителем Дашти Кипчака в это время. Убежали в Семеречье, где они получили поддержку Исамбуга хана и основали то, что мы называем казахское ханство. Или стали первые казахские ханы в это время. Это в это время, когда слово «казак» первое появилось в наших источниках с значением отделной политической группы, который стал отделом народа в течение XVI-XVII века. А другая проблема, это, конечно, что базы источников, которые мы имеем для этого, очень слабы. Мы используем в основном Тархи Рашиди, Мерзахайда Дуглата, Мехманнама и Бухара, Ибн Русбахани, Бахрад Асра, Мухаммад и Минвали. Но они все были написаны после этих событий. Эти люди не видели все это своими глазами. Они только писали то, что они слышали об этом. Они в основном были песоязычные. Они писали это все на персидском языке. И они жили достаточно далеко от степи. Мерзахайда Дуглата же был в Кашмире, когда он писал его историю. И многое, что они писали, мы сейчас знаем, не было совсем правильно. Например, Мерзахайда Дуглата пишет, что в начале XVI века все казахи исчезли вообще. Которые мы, конечно, знаем. Это неправильно. Наверное, он был в Кашмире в это время, он никакие новости слышал из степи в течение последних 20-х лет. Поэтому он просто не знал об этом. Но это я всегда скажу моим студентам, что этот очень важный процесс в истории казахского народа, Мы знаем об этом только из нескольких источников, которые были написаны, люди, которые были вне этого процесса, можно сказать, совсем. Им не так сильно интересовался даже вот этот вопрос. Они просто немножко писали про казахов в течение описания других событий в их истории. Значит, во все тексты Тарьки Рашиды, Мерзахайда Дуглата, всего это, я не знаю, это около 300-350 страниц. И всего не больше 5-10 касаются истории казахов в это время. И это типично.